Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы сегодня немножечко с техническими проблемами выходим чуть попозже, чем могли бы. И, к сожалению, наверное, не хватит нам времени для того, чтобы обсудить нашу намеченную сегодня тему. А наш гость сегодня снова Гунтес Шенховс. Это руководитель баскетбольной школы Рига, автор, соавтор книги, которая вышла буквально недавно. Она называется «Исповедь латыша». И мы начали разговор неделю назад с Гунтесом по поводу этой книги, истории его жизни, истории создания этой книги. Сегодня мы продолжаем этот разговор. И уже от биографических данных самого Гунтеса переходим, собственно говоря, к книге и к тому, что побудило соавторов, а это Гунтес Шенховс и Элина Чуянова, выпустить эту книгу и громко заявить о тех проблемах или о тех болях, которые волнуют Гунтеса и которые он хотел бы донести до всех наших соотечественников, сограждан, чтобы, может быть, они задумались о каких-то вещах, которые их тоже могут взволновать. Добрый день, Гунтес! Добрый день! Итак, история появления этой книги. Почему вы решили ее создать, написать? Сколько времени у вас ушло на ее подготовку? И что было, может быть, самыми главными побудительными мотивами для ее создания? Да. Книга... Семь лет прошло, как мы начали писать книгу с Элины Куяновой. И мы с ней знакомы уже лет 17, с Элины. Она меня часто интервьюировала по разным таким темам, волевым вопросам, происходящих в стране. Но мы встречались не только во время интервью, мы встречались и в другое время. И обсуждали также вопросы, что творится в стране, о моей жизни, ну и так далее. Успели даже подружиться, осмелюсь так сказать. Очень-очень талантливая, умная женщина, высокой культуры, располагающая к себе. Ну вот, и вот так во время наших встреч как-то подошли к общему знаменателю. Написать книгу о том, что происходит в нашей стране через мою биографию. Откровенно, честно, откровенно о себе. И через мою биографию, как я уже говорил, откровенно о том, что происходит в нашей стране. И главный мотиватор лично мой был писать книгу о том, но не могу я равнодушно смотреть на то, что происходит в стране, особенно в последние 10 лет. Куда мы катимся, куда мы идем и вообще, где будут жить наши дети, внуки и в какой стране и так далее. Поэтому мы с Алиной решили, надо наконец-то написать, но 7 лет. 7 лет – это, да, долго-долго, довольно мучительная работа. Но я смеюсь сказать, что книга получилась благодаря Алине. Живая книга, читается легко. Это по отзывам уже тех людей, друзей, которые прочитали книгу. Так что, в принципе, я думаю, что этот проект удастся. Годель, скажите, пожалуйста, вы упомянули такие слова «катится страна» и так далее. То есть, имеет место...